Здравствуйте! Пока весь мир находится в ожидании Сочинской Олимпиады, программа «Автопортрет» решила устроить свои соревнования. Мы находимся на Ильинской трассе и сейчас выдвигаемся к выезду из города Новокузнецка, но разными путями. Наталья Николаевна, пенсионерка, стаж вождения 6 лет. Она садится в Volkswagen Golf и выдвигается к месту встречи по городским дорогам. А мы с Тимуром, моим обезбашенным другом, садимся в Туарег второго поколения и едем штурмовать заснеженные поля напрямую. Воспользовавшись тем, что наша соперница замешкалась уже на старте, мы умчались на поиске короткого пути. Пара слов о том, почему для соревнований мы выбрали именно этот автомобиль. С таким путешествием нужно быть готовым. В дороге может случиться все, что угодно. А Туарег хоть и выглядит компактно, на самом деле очень просторный внутри. В результате совершенствований он потерял в весе 208 килограммов. Благодаря этому он должен легче управляться и быть экономичнее. Двигатель. Бензиновая шестерка объемом 3,6 литра и мощностью 249 лошадиных сил. Ну и, конечно же, это экстерьер машины. По духу и стилю он подходит нам лучше всего. Так, здесь, по-моему, нам надо поездить направо. Пока все шло как по маслу. Мы ехали уже по гравийке. Нам везло. Дорога была расчищена. Volkswagen радовал плавностью хода и устойчивостью в поворотах. Наше счастье длилось недолго. Хорошая дорога кончилась. Нет, не так. Дорога в принципе кончилась. Куда, куда, куда. Там вот смотри, вообще. Смотри, ну тут наезжено. Здесь наезжено. Слушай, ну это походят. Нет, там вообще датчик. Это тупик. Это тупик. Выхода у нас не было. Пришлось преодолевать снежные заносы. Слушай, ну вообще я приятно удивлен проходимостью. Дорог, он прям, ну не детский такой. Я не ожидала, если учесть какие там переметы, я просто уверена, что камера не передает вот всего того, что видит человеческий глаз. Что видим мы? Интересно, как там наша Наталья Николаевна? Осторожно, осторожно. Нормально, нормально, нормально. Тащим, 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 тащим. Чем дальше мы пробирались по маршруту, тем глубже становился снег. Тем более, что мы не были уверены в правильности этого самого маршрута. Мне становилось не по себе. Мы требовали от Туарега невозможного. Тимур же беспощадно гнал машину вперед. Сели мы в поле. У меня есть перчатки Спайдермена. За дополнительную плату в автосалоне вам наверняка предложат обзавестись парой друзей и тросом. И к счастью мы купили эту опцию. Продолжение следует... Экзистенция – это один из моих сателлитов, и это как это будет. Все наши усилия были безуспешны. Машина прочно увязла в снегу. Температура минус 30, дикий ветер – вот к чему приводит самоуверенность. Спустя полчаса мы, наконец, сдвинулись с мертвой точки. Мы потеряли слишком много времени. Погнали! После тех жутких переметов, где мы застряли, нас уже вряд ли что-то могло испугать. Нас эпизода и снега объедем. Жаль, что товарищи прыгать не умеют. Так бы мы перемахнули бы через эту кучу за раз-два. А придется пробивать дорожку. Ну, слушай, мы без... У нас комплектация без пневмоподвески, да? Мы проходим на ура просто вот эти сугробы, которые... Мы без пневма, мы на обычной подвеске. Мы не оставляли надежд на победу. Снова появлялись признаки цивилизации. А значит, до контрольной точки оставалось совсем чуть-чуть. На ровной дороге Туареку не конкуренция. 3,6 дает о себе знать. Итак, итак, контрольный момент. Ты видишь их? Они приехали! Чувак! Итак, разница в 16 километров нас не спасла. Результат соперницы – 1 час 10 минут. Наше время – 2 часа 15 минут. Наталья Николаевна, поздравляю вас с победой! Спасибо, что согласились принять участие. Вы молодец! Даже, Тимур, приехали быстрее нас, молодых. Спасибо большое! Ну, а я, наконец-то, позволю себе поехать за рулем по ровным городским дорогам. Программа «Автопортрет» объявляет охоту на самую захватывающую историю, связанную с автомобилем Рено и ее автовладелицей. Для этого присылай фотографии и историю с машиной Рено на почту портретнксобакамл.ру и стань героиней программы «Автопортрет» и получи нереально крутой приз от телеканала «Мой город». Ну, я чувствую, у меня такое ощущение, что я еду за рулем паркетника. Ну, естественно. Среднеразмерного. Машина адаптирована для дорог очень хорошо. Удивительно то, что она сегодня показала себя не с худшей стороны. Очень удивительно! Я правда думала, мы не проедем. То, что писали на рекламных проспектах про турек второго поколения, это действительно правда. Утопать на нем в комфорте можно. Все круто и вместительное, и салон отличный, и внешний вид. Все удалось. Минусы? Минусы. Итак, минусы. Низкий дорожный просвет, дорожная резина. Мы едем на автомобиле без пневмоподвески. Эта машина в себе все уместила. Получилось, то есть у немцев сделать практически невозможное, да? Да, супермашина. Сугробы и снежные заносы мы сегодня победили. Ну, а как сражаться с сибирской зимой, смотрите далее. Как максимально защитить и обезопасить свой автомобиль в холода? За ответами я приехала к моему другу, мастеру на все руки, Артему. Артем, привет. Привет, Даша. Слушай, ну у меня, собственно, такая же проблема, как у всех автолюбителей. Зима, морозы и быстро остывающий двигатель. Вот. Я, конечно, могла бы поехать в магазин и купить автоодеяло, но у меня очень большой капот и стандартный одеяло сюда не подходит по размерам. И чтобы вставить, например, картонку обычную, банальную, да, мне просто надо будет полмашины разобрать. Выручай. Даша, ну, проблема знакомая. Многие автовладельцы с такой проблемой сталкиваются. Способ, конечно, есть. Есть способы утепления обратной стороны капота с помощью подручных материалов, строительного утеплителя. Я его чуть позже покажу. Ну, а по поводу картонки можешь вообще не волноваться. Штука эта не столько утепляет подкапотное пространство, сколько предотвращает переохлаждение двигателя при длительной езде по трассе. Поэтому при повседневной эксплуатации в городе картонка, по большому счету, тебе и не потребуется. Ну, ты тогда показывай все, что нам нужно будет для работы, а я пока переоденусь в гаражную одежду. Отлично. Чтобы утеплить подкапотное пространство автомобилей с нестандартным проемом для расположения двигателя, можно воспользоваться вот таким вот строительным утеплителем. Вообще он используется для утепления горячих помещений, таких как бани, помещения, прилегающие к печам, каминам. Поэтому он выдерживает достаточно высокую температуру и при этом не боится открытого огня. Вот, собственно, этот утеплитель мы на обратную сторону капота Дашиного, Шевроле и закрепим. Я готова к утеплению. Отлично. Ну, тогда мы начнем с того, что снимем штатные клипсы крепления твоей шумоизоляции вот с подкапотного пространства. Для этого нам потребуются плоскогубцы, отверточка, ну, перчатки пригодятся. И я думаю, что мы поручим тебе очень ответственную миссию. Ты будешь клипсы снятые собирать, чтобы они не потерялись. Вопросы есть? У матросов нет вопросов. Ну, тогда приступаем. Ухватившись плоскогубцами за основание клипсы, мы очень аккуратно ее вытаскиваем. Стараемся достать ее аккуратно, чтобы не сломать. Оп, готово. И таким образом мы снимаем все оставшиеся клипсы. Ну, вот мы снимаем последнюю клипсу, и теперь штатную шумоизоляцию мы из пазов в капоте вытаскиваем. Она, кстати, нам пригодится. И вот сейчас нам потребуется твое умение красиво вырезать. Держи ножницы. В качестве раскроечного станка мы воспользовались капотом моей машины. Дополнительный утеплитель приложили к штатному, не блестящей стороной и вырезали по шаблону. Бесплатный гаражный маникюр – подарок. Затем мы сделали отверстие под клипсы, также по шаблону штатного утеплителя. Сейчас мы нашу заводскую шумоизоляцию и наш теплоизолятор вместе установим назад в подкапотное пространство. Пока мы вставляли все клипсы обратно в пазы, я задала повелителю моторов насущный вопрос. Как правильно запускать холодный двигатель? Ну, первым и самым, наверное, главным советом по запуску мотора в мороз будет такой совет. Содержите автомобиль в исправном состоянии, следите за зарядом аккумулятора, используйте масло по сезону, ну и вообще своевременно проводите техническое обслуживание. Ну, а если говорить о действительно сильных морозах, когда даже полностью исправный автомобиль может подвести своего владельца, можно порекомендовать использовать либо автономные подогреватели двигателя, либо охранные системы с автоматическим запуском по температуре. Ну, Артем, по-моему, у нас красота получилась. Ну, получилось действительно неплохо, и, Даш, я тебя уверяю, вот этот вот легкий сибирский тюнинг, он пойдет на пользу не только твоей машинке, но и тебе самой. Всегда же приятно садиться в автомобиль, который, ну, не совсем промерз. Ну, а если нашим зрителям, если людям просто... Бывает кому-то просто лень возиться. Ну, или времени просто нет, мы порекомендуем утеплять подкапотное пространство автоодеялом. Это способ более простой. Ну, а есть еще проще способ получить в подарок автоодеяло от автомобильного портала Базова.ру. Собственно, чтобы получить такой подарок от нашего портала, вам необходимо оставить комментарий под видео, которое будет размещено не только в эфире телеканала «Мой город», но и на нашем автомобильном портале. И мы среди первых 20 прокомментировавших это видео случайным образом определим победителя. Удачи всем! Смотрите, участвуйте, комментируйте. Артем, спасибо тебе большое за помощь и полезные советы. Пока-пока! До новых встреч на телеканале «Мой город» и на автомобильном портале «Базова.ру». Образ ведущей от имидж-студии «Перфекшн». Новокузнецк, Ермакова, 9А, офис 243. Ёлка, офис 243. КОНЕЦ, Angela, офисный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...